Девушки отдыхают И пока он не кончится, судьба империи в руках одного человека, раба, гладиатора. Девушки отдыхают Мы готовились к чествованию на ступенях Сената, но Цезарь вместо этого собирает нас здесь. Очень умно. Прислушивается к толпе. Сенат — это Рим, а не толпа. Сенат — это республика, Брут. Думаешь, слухи правдивы? Он хочет стать императором? Кто, кроме него, осмелился бы сменить календарь? Половины земли ему недостаточно. Он хочет завладеть солнцем и луной. Император? Он хочет быть богом. Да здравствует Цезарь! Да здравствует Цезарь! На его колеснице не видно ни одного сенатора. Марк Антоний, хорошо выглядишь. Любимец Рима вернулся. С возвращением, брат. Приветствую, Атия. Где Октавиан? Он где-то задерживается. Благородный Цицерон, читал твои недавние труды, блестяще, как всегда. Ты строг на мой счет. Прими их как совет от дряхлого старика. Пришло твое время. Ты показал себя завоевателем. Теперь Рим должен объединиться. Мудрый Карси. Победоносный Цезарь. Рим приветствует тебя. Сенат заказал 12 статуй в твою честь, включая бюст и слоновой кости, которые ты увидишь в цирке, в знак нашей признательности. Благодарю вас. Великолепнейший сенатор Брут. Цезарь. Посмотрите, образцовый сенатор. Легион не узнал бы тебя. Я провел их. Довольно помпезности. Пройдем к арене. Ближе к спорту. Да здравствует Цезарь. Граждане! Граждане! Сегодня гладиаторы сразятся во славу возвращения нашего героя, победителя Зелы, завоевателя Галлии, Юлия Цезаря. Да здравствует Цезарь! Первым на арену выходит самый устрашающий боец со времен Ганнибала Карфагенского. И это непобедимый ретарианец. И его противник. Граждане, представляю вам римского чемпиона тирания. Активиан! Ничего не изменилось. Люди, идущие на смерть, приветствуют тебя. Я видел тирания в бою. Тысячу динаров, что ретарианцу осталось недолго. Касси, не поспеваю запоминать гладиаторов. Они дохнут, как мухи. Какая разница, дядя? Это не настоящее сражение. Но кровь льется настоящая. А что ты знаешь о настоящих боях, Октавиан? Я учился. Я могу доказать это. Возьми меня в Сирию, я буду сражаться. Октавиан! Нет. Насчет тебя у меня другие планы. Ты портишь его, сестра. Разве? Это не я подарила ему 20 ливийских лошадей на день рождения. Они бросают лучшего воина Рима на растерзание псам. Прихоти толпы меняются. Теперь они жаждут увидеть кровь своих героев. И это идеальный Рим. Сражайся, тирани! Цезарь, теперь, когда ты вернулся, расслабься, Касси, и наслаждайся игрой. Но решение этого вопроса может все упростить. Если тебе интересно, то до того, как я уеду в Сирию, я издам декрет, согласно которому земля перейдет к гражданам Рима, как это и должно быть. Сенат будет готов с дебатом. Хорошо. Мои реформы начнутся с Сената. Мои верные друзья помогут мне в этом. Да здравствуй, Цезарь. Цезарь, Цезарь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Десятом Легионе он бы пригодился. Жаль, что он раб. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТИРАНИЙ! ТИРАНИЙ! Иранас! 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 Храм Весты Они отвечают? Твои боги. Иногда. Правда? Как? Посылают знамени. Можно и мне одно. Может, оно уже было, а ты не разглядел. Было бы для меня удачей. Что за совет тебе нужен? Может, Минерва поможет? Я попросил бы отправить меня подальше от Рима, от этой постылой жизни. Надеюсь, у нее есть ответ. Как твое имя, Весталка? Камене. Я... Прости, мне пора. Камене! Когда Минерва ответит? Тогда, когда ответит. А почему ты хочешь уехать? Будучи племянником Цезаря, ты можешь позволить себе все, что угодно. Это не совсем так. В семье меня считают ребенком. Может, так оно и есть? Девушки Рима просто в обморок падают от твоего взгляда. И из всех этих красоток ты выбрал меня, Весталку, чтобы одарить своим вниманием. Обычно только дети желают того, чего не позволено. Декрет Рима, и ты скрывал это от нас? Я удивлен, как и ты. Правда? Мы с Цезарем друг другу словно братья. Цезарь вечно себе на уме. Это ни для кого не новость. Чего ты хочешь? Узнать, что ты думаешь? Если однажды тебе придется наследовать мантию Цезаря, может ли Сенат рассчитывать на твою дружбу? Цезарь еще не оглашал своего преемника. Ты слеп, если не видишь, что Цезарь нагнетает конфронтацию. Он решил, что единственный способ закрепить свою власть – это лишить нас нашей, уничтожить республику и сделать себя императором. Он отказался от короны. И я верю ему на слово. Твой тон говорит о другом. Я верен Цезарю. Бараки рабов. Я сражался против четверых. Четверых, папа? Фракийцев. Они сражаются со щитом и коротким мечом. Смотри. Щит. Короткий меч. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Пора спать, Пизо. Я хотела поиграть. Давай, Пизо. Слушайся, мама. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Я не хочу, чтобы ты рассказывал ему такие истории. Он не понимает. Субтитры создавал DimaTorzok Покажись, кто ты. Да здравствует Цезарь! Встань, тирани, гордость Рима! Благодарю, Великий Цезарь. Мы с тобой уже встречались. В школе гладиаторов, в компании. Тогда я был сенатором. Если не ошибаюсь, это ты указал мне на некоторые ошибки в фехтовании. Ты сжимал меч слишком сильно, Великий Цезарь. Идем со мной. Ты родился рабом, тираний? Нет, я украл лошадь. Работал на ферме у отца на Кипре. Армия Помпея обращалась с местными жителями очень жестоко. Я украл лошадь, и меня посадили в тюрьму. Оттуда меня продали в школу гладиаторов. Тяжелая жизнь. Такова моя участь. Но за победы мне сделали поблажку, позволили жениться. Я люблю свою жену и сына Пизо. Сколько ему? Шесть. Он восхищается отцом-гладиатором? Даже слишком. Так и должно быть. А чего ты желал бы для него? Чтобы ему не пришлось сражаться. Жить так, как он хочет. Свободным? Да, конечно. Я десять лет сражался во славу Рима. Покорил пять народов, наполнил казну золотом. Но, вернувшись, обнаружил единственный прирост. На виллах сенаторов. Не для них я завоевывал мир. Эти земли и сокровища принадлежат народу. И солдатам, которые за них сражались. Я хочу это исправить. А сенат сделает все, чтобы остановить меня. Рядом со мной нужен воин, который не погряз в политике. Говорит открыто и хорош так же, как и его меч. Телохранитель? Да. И не только. Сенат совращает народ кровью. Но народ любит тебя, тиране, потому что ты представляешь самое лучшее – силу, отвагу, почет. Ты должен послужить мне ближайшие несколько недель. А взамен я предлагаю тебе это. Деревянный меч? Награда для гладиаторов, которые проявили исключительную отвагу и мастерство на арене. Деревянный меч означает свободу. Возьми его. И твоему сыну не придется жить в лаковах. Я не знаю, что сказать. Скажи «да». Я создал величайшую армию в мире. Расширил римские границы от Британии до Северной Африки. Я завоевывал мир для вас, граждане Рима, для вас, а не для сенаторов на Палатинском холме. Еще не поздно договориться. Назови хоть один закон, который Цезарь не нарушил. Народ этого не поддержит. Колесо закрутилось. Его не остановить. Матушка Ноэлла. Что происходит? Козы больные. Мать Ноэлла, это все кровь. Поветуха сказала, что на этой неделе все мертворожденные мальчики. Это слухи, это знамени. На этой неделе я представлю декрет Рима с коренными реформами в Конституции. Авгура видит кровь на эдах. Надо предупредить Цезаря. Я посоветуюсь с жрецами и приму решение. А ты забудь все, что видела. Что же нам делать? Необходимо уединить Цезаря. Сколько? Три семи, госпожа. Какие красивые. Какие красивые. Пизо? А где мой сын? Не знаю. Пизо? 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 Тираний. Мойра, что случилось? Где Пизо? Мы были с ним на рынке. Наверное, его кто-то похитил. Жди здесь. Пизо! Пизо! Вы видели мальчика? Шести лет. Такого роста. Вилла Юлия Цезаря. Гладиатора нигде нет. Мы были у него дома. Пусто. Тираний придет. Цезарь, пусть сенат подождет. До тех пор, пока притарианцы ищут тираний. Я тоже так думаю. Отложи, брат. Представь декрет Рима в другой раз. Другого раза не будет. Это он? Это весталка, Цезарь. Твое имя, сестра. Камане, господин. Прошу прощения. Я пришла сюда сама, не по служению. Знаки предсказывают кровь на мартовских идах. Вы не должны ехать в Рим. Не сегодня. Еще одно. Пересмотри свое решение. Что ты предлагаешь? Спрятаться под кроватью? Сенат бы тогда повеселился. Но боги! Всю жизнь я пренебрегал богами. Сегодняшний день не станет исключением. Седлай коня. Мы едем. Дядя! Дядя! Вы не видели мальчика такого роста примерно лет шести? Пизо! 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 Господин, без твоего вмешательства там не обойтись. КОНЕЦ Да здравствует Цезарь. Папа? Пизо! 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 Мой брат в изгнании, Великий Цезарь, я прошу снисхождения. Это старое дело. Прощений не будет. Поднимись, сенатор Цембер, и ступай на свое место. Продолжение следует... Ты спас своего сына, но кто спасет твоего любимого Цезаря? И ты, мальчик мой. И ты, мальчик мой. И ты, мальчик мой. Мальчик мой. Мальчик мой. Цезарь. Тираний. Я здесь. Защити его. Кого? Великий Цезарь. Моего наследника, моего преемника. Марк Антонио? Нет, не Антонио. Октавиано. Сына моей сестры. Он спасет мечту Рима, тираний. Научи его сражаться, друг мой. Научи его править. Все выполню. Антоний. Что он сказал? Он сказал, защитить его. Защитить кого? Тираний. Защитить кого? Защитить кого? Защитить кого? Что сделали эти безумцы? Защитить кого? Что делать, если народ восстанет? Я готов к этому. Что делать с ним? Сегодня для всех был ужасный день. Ублюдки. Безмозглые ублюдки. Сейчас необходимо проявить хладнокровие. Что сделано, то сделано. Твои руки обогрены кровью Цезаря. Я должен всех вас бросить на растерзание псам. Сегодня умер тиран. Рим спасен. Подумай сам. Это великий момент для истории. И в этот момент я хочу собрать всю силу Рима воедино. Объединить и земли, и людей. Ты сказал, Антоний поддержит нас. С ним армия. Он нужен нам. Он передумает. А пока, как я и говорил, мы готовы. Наемники. Точнее, гладиаторы. За оговоренную плату Рапокс с гладиаторами будут преследовать врагов. Каких врагов? Последователи Цезаря являются врагами республики. Их будут судить как предателей. Начнем с его семьи. Сотрем его имя из истории. Итак, завоюем любовь народа? Сначала надо выиграть войну. Щадите женщин. Вперед. Октавиан, стой! Оставьте его. Что вам нужно? Госпожа, Цезарь мертв, убит в Сенате. Ты лжешь. Где твой сын? Зачем тебе мой сын? Цезарь назвал Октавиана своим преемником. Нет, этого не может быть. Госпожа, нет времени. Ты не понимаешь. Не надо его вмешивать. Уже поздно. Как это могло случиться? Я поклялся Цезарю защитить Октавиана. И я сдержу свое слово. Он не умрет, как дядя на моих руках. Матушка! Ты, ты гладиатор. Прощайся с матерью, сынок. Нет, делай, как я говорю. Не буду. Твой дядя убит. Иди с ним. Если он говорит правду, то скоро придут, чтобы убить тебя. Уезжай из Рима. Спеши. Спеши, Октавиан. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Весталки не имеют отношения к Сенату. Ходят слухи об уничтожении семьи Цезаря и его последователей. Римское духовенство должно вмешаться. Может, вы договоритесь с ними? Договориться? Словам здесь больше верить нельзя. Не всем Весталкам это безразлично. Когда придет время, Дева, я позову тебя. Мойра! Послушай. Возьми пизу и уезжайте в порт Равене. На торговом корабле доверитесь до Кипра. Поселитесь в Бальбасе. Я не понимаю. Будьте там, пока я не приеду. Я не знаю, когда это будет. Остерегайтесь больших дорог. Не выходите при свете. Приезжай скорее. Они близко. Надо достать лошадей. Солдат, оставь на меня. Возьми. Если придется воспользоваться, держи его свободно, как поводья. Твоего дядю я этому научил. Твоего дядю я? Твоего дядю я? Солдат, поставь его в долю. Твоего дядю я так. Твоего дядю я? Твоего дядю я? Поскакали! Уже святает, надо добраться до Перуджи, прежде чем сделаем привал. Я пытался остановить его сегодня. Я обратился к нему. Он не услышал меня. Нам надо ехать дальше. Со времен Александра Великого столь тяжелая ноша не ложилась на плечи такого юнца. И судьба всего мира зависит от него. Оберегай его, милосердная Веста, ибо испытания Октавиана уже начались. Кто мог подумать, что в Боге может быть столько крови? Толпа растерзает нас. Они ничего не увидят. Как это от них скрыть? Мы тайно вывезем его из города по дороге в Ватте. Совет Сената. Этот путь закрыт. Спрот разжег вокруг костры. Тогда воспользуемся дорогой в порт. Там тоже люди. Народ хочет отмщения. Бросим им подачку. Мы намеревались стать героями. Замолчи. Нам его не вывезти. Ты говорил, у нас не получится. Смотри. Мертвее мертвого. Мы расчистим путь к границе города, и дело исчезнет само собой. Черни успокоятся до того, как труп начнет вонять. Леса Перуджи. Дорога твоя темная опасна, юный Цезарь. Сенат отправил людей, чтобы убить тебя. Остерегайся больших дорог. Не заходи в селения. Даже на севере разоблачают верных Цезарю и сжигают их дома. Но не сдавайся. У тебя есть союзники. Доверяй им. Доверяй нам. Покажись ему. Зачем ты это сделал? Он убийца. Может, он всего лишь ехал домой, к семье? Нет, посмотри. Видишь меч? Он гладиатор. Оружие от того же сената, что убил твоего дядю. И хочет убить тебя. Куда ты? Обратно в Рим? Слишком опасно. Нет, это опаснее. В Риме у меня есть друзья, которые знают, что я не представляю угрозы. Я попрошу сенатора Цембера отозвать убийц. Я дал клятву защищать тебя. Подверг свою семью опасности. Я не просил тебя об этом. Просил Цезарь. Он выбрал тебя своим преемником. Ты так сказал. Это ничего не значит. Я в это не верю. Слово какого-то раба. Кем ты себя возомнил? Тупой раб. Ваше высочество. Мерзкая собственность. Высочайшее величество. Довольно. Хватит, я сказал. Помоги мне с этим. Затем отдохнем. Отправимся ночью. Октавиан. Октавиан. Чего уставился? Вилла сенатора Цембера. Оливия, ты здесь? Октавиан. Мне надо поговорить с твоим отцом. Он в сенате. Ты не представляешь, что я пережил. Мы приглашали тебя, а не твоих солдат. Это не солдаты, а телохранители. Тебе они ни к чему. Как и Цезарю. Он хотел распустить сенат. Палата сенатора Касси. У тебя ведь не такие планы. Что здесь? Великие сокровища Рима. Зерно Эртруии. Виноград Сицилии. Масло. Скот. Корабли. Рабы. Но нет солдат, чтобы защитить все это. Какова твоя цена? Дело только за этим. Народ восстал. А чего вы от них ожидали? На ваших руках кровь Цезаря. Хорошо, мы виновны, согласен. Но Риму нужны твои легионы, чтобы защитить его. Так что скажи, чего ты хочешь. Я хочу почтить Цезаря, как чтил всегда. Произнести речь на его похоронах. Никаких похорон не будет. Он предал республику. Он был Цезарем, но его нет. Теперь правит сенат. Скажите это толпе, когда вас будут рвать на части. Ступайте все вместе. Скажите им. Теперь правит сенат. Только воля Цезаря может определить, кто будет править. Но весталки сказали, что завещания нет. Его не нашли. Оно есть. Он говорил мне о нем. Может, для дорогих его и любимых друзей в этой комнате Цезарь мертв. Но воля Цезаря все еще воля Рима. И пока завещание не нашли, делить республику между собой, еще рано. Завещание? И в нем Антоний? А кто еще? Поэтому он так заносчив. Почтить Цезаря, он говорит, он хочет настроить республику против нас. Народ и так против нас. Надо было убить и Антония тихо. Мы избавились от одного тирана не для того, чтобы получить другого. Цезарю не править нами из могилы. Обыщите все до последнего камня, найдите завещание и уничтожьте. Что вы делаете? У вас нет права. Я не уйду и не позволю вам разрушить дом Цезаря. Отпустите меня. Отпустите. Отпустите. Тебе повезло, что Кассий приказал привезти тебя в Рим, иначе мы бы тебя уже давно убили. Значит, ты был с Тиранем, гладиатором, который тогда сражался? Он защищает меня. Он так говорит. Отчего? Не уверен, хочу спросить твоего отца. О чем? Он был с дядей, когда тот умер. Тираний говорит... Он говорит, что Цезарь велел ему сделать меня следующим правителем Рима. Наверное, он сильно ударился головой на Рине. Или ты ударился. Что смешного? Ничего. Я не смеюсь. Нет ничего смешного. Прости. Я схожу за водой. Зовите сюда моего отца с солдатами и скажите, что Актерян здесь. Быстро. Итак, император. Когда вернется твой отец? Не скоро. У нас много времени. Кровь Цезаря и на моих руках. Кровь Цезаря на руках Сената. Нет. Ведь я был его другом. Когда я сказал «да», то все решили, что это дело правое. Оно и есть правое. Вы спасли республику. Если мы ее действительно спасли, то почему скрываемся от народа, который должны были освободить? Почему на нас нападают на улицах из толпы? Почему теперь мы стоим на коленях, умоляя Марка Антония отдать приказ? Спрашиваешь у меня. Я была его любовницей. И со мной никто не посоветовался. Но ведь я не плачу. Цезарь мертв, но солнце всходит по-прежнему, и ни ты, ни кто другой не вернет его к жизни. Пока ты сожалеешь о прошлом, другие занимают места в будущем. Касси и Антония? Я говорю о тебе, сын мой. Мой сын. Почему не ты? Ты такой красивый. Кому надо убивать тебя? Твоему отцу. Если он застанет нас сейчас. Кажется, он... Тебе лучше встать. Что ты сделала? Он здесь! Он здесь! Тебе лучше встали! Всё! Он там, скорее В другую сторону Нет, сюда, сюда Ты идиот Представляю, как тяжело было Цезарю Сознавать, что у него нет наследника, кроме тебя Я могу убедить их? Нет, ты не можешь Цитерон Я получил твое послание Тебе известно что-нибудь? Касси собирается тайно вынести тело твоего брата из склепа Блескурии А что с Октавианом? Говорят, что гладиатор Тирании защищает его Ты был другом, Цезаря? У нас бывали разногласия Да Но Рим, который рушит Касси, вы с Цезарем строили вместе Ты в Сенате, он на поле сражения Не дай этому погибнуть Но что я могу? Заговорщики собираются тайно Ты можешь огласить Риму завещание Цезаря Значит, оно существует Ты поможешь? Цитерон Отзовись на призыв Цезаря еще раз И помоги моему сыну Глупо примыкать к врагу Республики Единственный враг Республики здесь – это ты Если бы ты знал, что твои дни сочтены Не стал бы так со мной разговаривать Что ты делаешь? Вон! Вон! Встань Встань Где оно? Где что? Где оно? Вы дрожите Цезарь избрал племянника Октавиана Он еще юнец И Цезарь был таким? Цезарь был юнцом, да Но не каждый юнец – Цезарь Прости меня Я знаю, главное, жрица попрелась, что храм не примет ни одну из сторон Я приняла лишь то, что в этом завещании ему священный долг сохранить его Что это за место? Тихо Куда ты ведешь меня? Иди за мной Я не могу просто убежать Мы не убегаем Я могу все прояснить Что ты наследник Цезаря? Перестань говорить так То, что тебе показалось Что ты слышал от моего дяди Я слышал Ты думаешь, что слышал Этого не может быть Ты не знаешь Ты не знал его Это ты не знаешь Он презирал меня И это правда Двадцати минут общения с ним было достаточно, чтобы это понять Так что оставь эту глупую шутку Зачем мы пришли сюда? Я покажу тебе Как ты договоришься с теми, кто сделал такое? Ты не слушаешь меня Может, послушаешь его? О, боги! Ему не нужна твоя жалость Ему нужна твоя сила Тридцать ножевых ранений А выражение лица не изменилось Бесстрашное Неумолимое Полное презрение к тем, кто это сделал На последнем издыхании Он, может быть, и сказал тебе что-то, но Это не что по сравнению с тем, что он не высказал То, как ты назвал меня Глядя мне в глаза Выражая недовольство при жизни Привольным Недостойным Неадекватным Непочтительным Ведь именно так ты называл меня, дядя Полная противоположность правоприемника Почему теперь боги украли у тебя славу? Ты уничтожен руками тех, кого спас Ты пожертвовал собой ради Рима Собой и своей жизнью И такова их благодарность Я так восхищался тобой, дядя Я хотел походить на тебя Очень хотел Но если это участь каждого цезаря Мне не надо величия И если такова твоя воля Я снова тебя подвел Значит, он с тобой Следующий цезарь Как и желал его дядя Он не верит мне В завещании дядя развеет сомнения Он должен увидеть его Я оставил его в храме Весты на сохранение Встретимся там Пожалуйста Дюжины римлян жаждут власти А цезарь выбирает его Сейчас зачищают дорогу к порту Остенс Теперь наша процессия сможет проследовать без проволочек Что Антоний? Говорят, он в трауре Он играет с ней Мы давали ему шансы Он пожалеет, что отказался Что здесь происходит? Что ты здесь делаешь? Пришел проститься со старым другом, а вы? Со столькими ранами? Кого увидит республика? Тирана или жертву? Они ничего не увидят Думаешь, покрывало скроет ваше деяние? Следи за словами Цезарь больше не защитит тебя Разве мне нужна защита в этой новой свободной республике? Ты не можешь так легко отказаться от своих обещаний к Асси? Как отчаянно ты защищаешь мертвого Где прятался героический голос при его жизни? Я сражался против настоящих тиранов, когда ты еще не родился В строительстве Сената, который вы осквернили убийством, я принимал участие Ты несешь бред? Времени нет для тебя места Останешься здесь и будешь мертв, как Цезарь Клянусь богами Я слежу за тобой, старикашка А теперь прочь отсюда Выносите Сюда Что-то не так Вы слышите? Это Антони Нас разорвут в клочья Убийцы Предатели Убийцы Предатели Разве так должен Сенат обращаться с Цезарем? Убийцы Предатели Назад Нет Но мы пропали Если мы спрячемся, что тогда? Струсим сейчас и все потеряно Пока есть шанс Кто передал Антонию наш план? Кто-то не из наших Надо было предоставить ему аудиторию Антонию не дают Он понимает только силу А Чернь Что понимает толпа? Цезарь Предатели Позор вам Выведи Атию из ее темницы Сестра Цезаря успокоит толпу Ступай Продолжение следует... КОНЕЦ Док нички от Цезаря. Друзья Цезаря, послушайте меня. Вас никто не приглашал, но вы пришли. В знак протеста тем, кто пытался тайно вывести тело Цезаря из города и отказать вам в праве проститься с ним, лишить его положенных почестей. Не стану называть их. Вы их знаете. Те самые сенаторы, что лишь месяц назад обсыпали Цезаря похвалой. И где он сейчас? Что он делает? Он говорит не о правлении Цезаря, а Антония. Они предложили ему титул императора. Но Цезарь отклонил предложение. Теперь они называют его тираном, деспотом и хотят одобрения за то, что сотворили. Меня спросили не так давно, чего я хочу. Какова моя цена теперь, когда мой друг мертв, а Рим разрывают на части? Тогда я сказал то же, что скажу и сейчас. Что хочу почтить память великого римлянина, заслужившего все почести. Разве так мы должны обращаться с Цезарем? Да здравствует Цезарь! Да здравствует Цезарь! Останови это ради своего брата и ради граждан, которые пострадают, если Антоний не отступится. Останови их, или сгнеешь в темнице. Выбирать тебе. Что ты делаешь, Атья? Говори с нами! Говори! Мой брат любил вас. Он любил вас, граждане Рима. Вы свободные и гордые граждане. Были его источником силы. Вы. Ни армии, увлеченные борьбой, ни политики, заботящиеся о собственной наживе. Все обращались к Цезарю в моменты нужды. А я знала его всегда. Он был моим братом. И я могу сказать, что он был бы тронут вашим присутствием здесь. Сейчас я прошу вас об уважении к нему. Подумайте, чего бы он хотел. Цезарь! Мы любим Цезаря. Я видела его завещание. Завещание Цезаря существует. И в нем говорится, что Октавиан единственный преемник Цезаря. Октавиан! 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 Если завещание существует, покажи мне его. Зачем? Чтобы вы с Касси и мы уничтожили его? Октавиан! 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 Смерть этой шлюки. Октавиан, он не может назначить преемника. Но они скандируют его имя. Я слышу. За мной! С дороги. Дайте пройти. Я сенатор. Не подходите ко мне. К воротам. Октавиан! 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 Вперёд, вперёд, надо уходить. Они оскверняют его тело. Нет. Они выказывают почесть. Правда. Я видел это раньше на арене. Я чувствовал, это толпа. Такова её любовь. Твоё наследие. Да здравствует Цезарь. Это начало гражданской войны. Империя зарождается. Основа империи закладывается на гневе народа. И народ решает, кто дальше будет править Римом. Храм Весты. Ты слишком молода, чтобы понять это желание Цезаря. Его наследование. Гражданская война. И первое пламя уже пылает. Впереди ждут списки врагов, тайные суды. Понадобится много лет, чтобы восстановить то, что разрушилось мгновенно. Рим, святая Весталка, мёртв. Нет, Рим жив, пока горит этот огонь. Ты так считаешь? Это моя клетка. Тебе повезло, что это так. У большинства из нас путь ещё не ясен. Мне надо покинуть Рим. Ты вернёшься. Нет, смысла в этом нет. Царанча заполнила этот город. Моя слава в прошлом. Ты думаешь, я трус? Нет. Нет, вы очень храбрый. Но в эти дни мы должны быть особенно храбрыми. Цицерон, это завещание. Я не хочу его видеть. Прочти ему вслух. Прочти, чтобы он понял. Нет! Стойте. Уважайте храм. Мы познакомились несколько дней назад. Целая жизнь пролетела. Да. Она поглотила его. Я от Алпье, провозглашая его имя. Они кричали и моё имя. Но не звали тебя. Цезаря. Потому что глаза в толпе ты перестал быть собой. Я не хочу быть Цезарем. Уверена, что хочешь. Меня купил твой дядя. Ты знал об этом? Ещё в шесть лет, в начале пути. Меня забрали из дома и привели сюда. Стали учить. Говорили, что это большая честь быть одной из шести вестелок. Во всё время. Но честь не ощущается. Совсем. Я знаю, что ты сейчас ошеломлён. Может быть, даже чувствуешь себя недостойным. Но решение принимается и нам. Я останусь всталкой. А ты? Ты будешь Цезарем. Значит, это правда? Да. Он выбрал меня в преемнике? Он назвал тебя сыном. Гай, Октавиан, Цезарь. Словно ты его родной сын. А это его кольцо, которое хранилось у нас. Это его кольцо, действительно. Возьми это, друг мой. Здесь имена тех, кто поможет вам. Защити его. Защити их. Защити всех нас. Именем Сената откройте. За городской стеной вас ждут лошади. Спешите. А вы с ума сошли? Что вы себе позволяете? Это преступление. Вы двое. Проверь склады. Вы остальные комнаты. Это свидетельство. И пальцем не троньте ее. Что ты навлекла на нас? Куда мы? Подальше отсюда. Цицерон посоветовал, с чего начать. Доверься мне. Я принес клятву. Ты уезжаешь из Рима от преследования, но вернешься императором. Я принес клятву. Я принес клятву. Я принес ее. Мне принес клятву. Ты уезжаешь из Рима. Дым от пожаров затмил луну над Римом, так же, как ложь Сената скрыла правду от народа. Касси хочет убедить народ, что Цезарь был цираном. И если никто этого не оспорит, то это войдет в историю. Я дева Весталка, одна из шести во всем мире. Мой долг — поддерживать священный огонь. Весталкам запрещено вмешиваться в политику. Но будучи Весталкой, я продолжаю быть ременкой и клянусь донести правду до народа. К утру волицы, а зреи его завет, окажутся достоянием каждого дома в Риме. Послушайте, я должен сказать вам... Десять динаров за имя предателя, который это повесил. Предателя? Нет, нет, нет. Отсюда, здесь твоя сила. Сначала. Ты не обязан этого делать. Можешь идти к своей семье. О семье позабочусь. Сначала. Они должны быть уже на Кипре. Я не хочу говорить об этом. Никогда. Начнем сначала. Мы доберемся до виллы Магония к вечеру. Может, не стоит искать поддержку у Магония. Цицерон указал его первым в списке союзников. Как я уговорю бывалого военачальника отдать мне свою армию? Ты говорил, что знаешь его. Папирушком? Где я скорее соблазнял его дочь. Глупо думать, что ты выиграешь войну в одиночку. Расскажи Магонию свой план и предоставь судьбе остальное. Какой план? Виллы вы и начальник Магония. Ворота не закрыты. Чего бояться вы и начальник? Что-то не так. Вы ворвались в мой дом. Вас всех повесил. Сенат требует, чтобы вы отдали Четвертый Легион для его защиты. Если бы Кассия осмелился прийти сам, то отправился бы отсюда без головы. Ты не в той ситуации, чтобы угрожать Магонии. Я никогда не угрожаю. И меня самого тоже не запугать. По крайней мере, Кассию. Господин, сюда. Мои рабы. Обратно в поле. Что вы здесь делаете? Полевые рабы? Арестуйте их заодно. Я не позволю распоряжаться моим имуществом. Там, куда ты отправишься, придется терпеть не только это. Связать его. Слушаюсь, господин. Пошли, пошли. Кассия, совещание Цезаря на всех улицах, на каждой двери. Ходят слухи, что какая-то висталка стоит за этим. Похоже на выдумки. Он оставил большую часть своего богатства людям Рима. Он им потворствовал, а не основа его силы. Он заботился об их мнении. Какое у тебя мнение? Плебеи на улицах убивают сенаторов. Называют их убийцами. В этой комнате столько паники. Ты что, женщина? Чернь должна уяснить, что Сенат, а не Цезарь, правит теперь. Сначала мы назначим консулов вместо него и Антонио. Они должны быть сторонниками Цезаря. И это ублажит толпу. Но править, править будем мы. Лишить Антонио консульство все равно, что заигрывать с Тигром. Хорошо. Пусть он сначала поймет, что у него нет законной силы. Пусть он сам к нам придет. Я устал от твоего страха. Рапакс, готовься. Пора тебе проведать храм Весты. За тебя, Активиан. Только Верховный Понтифик Рима имеет здесь власть. Это Весталка Камана. Я не скрываюсь. Ее заключат под стражу и будут судить, как врага Рима. Нет. Возьмите ее. Только троньте представительницу нашего ордена, и придет наказание гораздо суровее, чем гнев вашего командира. Если не граждане Рима сразят вас, то это сделает Веста. Господин? Мы еще вернемся. Что будет, когда я больше не смогу тебя защищать? Рабы, не останавливайтесь. Живее. Мои сны полнятся кровью и мучениями. Я не знаю, касается ли они Активиана или меня лично. Я отвергла храм Весты, выбрав свою сторону. Если меня обвиняют в измене, наказанием будет смерть. Меня закопают в земле по шею и забрасывают камнями. Если Сенат найдет Активиана, его тоже уйдет. Иди прямо смотреть перед собой. Сейчас твой шанс. Иди. Заносчивый идиот. Они гладиаторы, нанятые Сенатом. Деньги скоро кончатся. Кассия этого не понимает. Он словно ребенок с деревянными солдатиками. Зачем он тебя арестовал? Ему нужен Четвертый Легион. Как и тебе. Это правда. Мне нужна твоя поддержка. Сицерон сказал, ты станешь на нашу сторону. Я предпочитаю не обсуждать политику, находясь в оковах. Советую тебе подумать о текущих проблемах. Эй, вы двое, без разговоров. Не останавливайся. Человекам моего ранга они так не поступят. Как не поступят? Где мы? Здесь рождаются гладиаторы, а остальные гибнут. Это темницы Аркамы. КОНЕЦ КОНЕЦ Сюда, военачальник. Не смотри на него. Не смотри. Ни на кого не смотри. Меня сочтут слабым. Это ложаки. Они выбирают тех, кто умрет на арене. Это бойцовская темница. Если покажешься им храбрым, тебя сделают бойцом. С ними будет проще сражаться, чем с тобой. Сделают из тебя, как лету, и наградят деревянным мечом. А если выживешь, станешь гладиатором. Из сотни выживает всего один. Не поворачивайся к вожаку спиной. Тем ты выкажешь неуважение. Старайся никак не выделяться. Иначе тебя отправят на арену. А на арене ты умрешь. Слышишь меня? Он пахнет благовониями. В городе так пахнет от шлюх. Хочешь, чтобы твои хозяева чихали? Шлюшка. Ты показываешь мне свои глаза? Я показал бы тебе лики богов, если бы мог. Если ты еще хоть раз посмотришь мне в глаза, тут же окажешься мертвым. Шлюха. Это сенатор Гракус! Откройте! Марк Антони исчез, бросив Рим де Гарреть. Сенат должен лишить его консульства. И мы назначаем благородного Цимбера и Квинтилиана нашими новыми лидерами. Благодарю вас, но вынужден отказаться. Отказаться? Я нужен на своих землях. У скота мор. Хотя я сожалею об утраченной привилегии служить консулу. Ну что ж, уверен, что экономическая политика Квинтилиана не подведет нас. Кто к нему присоединится? Я теряю зрение. Что? У меня пятна в глазах. Я практически слеп. Должность консула предполагает большой объем чтения. Боюсь, я не справлюсь. Я предлагаю Кассия и Брута на должности консула. Я согласен. Их правление окажется наиболее эффективным. Не будем играть, господа. В глазах народа мы всего лишь убийцы их возлюбленного Цезаря. Я уверен, вы выполните свой долг. Сам заварил это, Кассий. Не думай, что мы будем расхлебывать в одиночку. Если кому-нибудь из вас все еще требуется охрана от бунтовщиков, говорите сейчас. Стражей у нас становится все меньше. Не хотелось бы забыть кого-нибудь. Уверен, что мы с Квинтилианом сможем найти достойных кандидатов на консульство. Продолжай идти. Не умоляю тебя, смотри вниз. Не будете драться, не будем кормить. Болит? Хорошо. Может, боль тебя вразумит. О, боги, я Цезарь. Я не могу опозорить тебя, проявив трусость. Самоубийство это храбро. Ты мог бы попробовать защитить меня. Это твой долг, ты не понимаешь. Меня здесь знают. Кто? Тебя никто не узнал. Мне в лицо. Но я сражаюсь, как киприот. Если я сражусь с этим человеком и убью его, то сразу поймут, что я тиранин, а ты попадешь в руки врагов. Здесь я не могу тебя защищать. Выпей. Не надо со мной нянчиться. Пока у меня хорошее настроение, наслаждайся заботой. Рапотс не смог привести листалку Каммана. Она покинула город? Нет. Его храбрые солдаты отказались выступить против их ордена, спугавшись возмездия богини Весты. Какая власть в разумитых? Это нельзя оставлять так. Цезарь был верховным понтификом, главенствующий религиозной властью государства. Как и должность консула, это место все еще не занято. С момента его смерти еще никто не был назначен. Новый понтифик? Мы можем это сделать? Принеси оливок, матушка. Принеси сам. Я изучила все указы. В моменты кризиса понтифика можно назначить указом Сената. Твоя мать умная ведьма, Брут. И кого ты видишь на месте понтифика? А теперь ступай и реши мою проблему с висталкой. Быстрее. Проснитесь, чтобы умереть. Проснитесь, чтобы умереть. Кто из вас станет свежим мясом на сегодня? Дайте военачальнику почетное место. Оно может оказаться его последним местом. Ты – мальчик для удовольствий. Он украл этот прием у тирания из Рима. Я видел, как тираний делал так на Кипре. Я сдеру твою шкуру. Шкуру, шкуру. Мэй! 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 Эта шлюха – моя собственность. Если кто издерет его шкуру, так это я. Сражайся, сражайся. Сразись со мной. Пощады, пощады, я оставлю его живым. Защити Октавиана. Он не готов. Научи его сражаться, друг мой. Научи его править. Да здравствуй, Цезарь! Этот шакал-стражник не заставит долго ждать. Пусть. Мы не в силах выбирать, какой день последний. Умереть легко. Остаться в живых – задача посложнее. Я все вижу, тирани. Я безоружен и обречен на смерть. Ты не знаешь, на что ты обречен. Будь внимательнее. Моя рука вытянута. Где моя слабость? Я не знаю, ты сказал, что все видишь. Смотри внимательнее. Локоть. Хорошо. Ты тянешь меня вперед. И шаг в сторону. Попробуй. Снова. Но ты ранен. Снова. Лучше. Хорошо. Как с мечом, да? Да. Мой сын – пизо. У него больные легкие. Я боюсь, что он простудится по дороге. Это моя вила. Во всем. Надо было смотреть вниз. Оставь нас с твоим господином. Это галлия. Там используют малые трезубцы. А это – когти леопарда. Мне не везет с животными, особенно если они на арене. Как в Далматии, я служил в армии Цезаря и всего-то. Говори, что хочешь, но ты мне не подчинился. Значит, скоро ты будешь умирать долго и мучительно. Воды! Ты отправил послание? За тобой придут? Я не могу себя выдать. Твой спутник. Он явно не домашний раб. Кто он? Гладиатор. Очень известный. Его нельзя рассекретить, как и меня. Храброго слуги здесь недостаточно, юный Цезарь. Выдай его, если придется. Его казнят. Сегодня его ранили из-за меня. Его семья страдает по моей вине. Ты просишь моей помощи? Мой легион? Тогда покажи, что ты способен на все, как и твой дядя. Ты бы выдал верного солдата, который не раз тебя спасал. Не я, будущий правитель Рима, а ты. Сталь меча Цезаря должна быть острой. Сталь в сердце Цезаря, неумолимой. Иди. Ну, юнец. Ты знаешь военачальника? Я его раб. Сын Благородного. Вот кто ты. Сын Благородного. Без защиты. Ты знаешь родной язык? Мне надо отвечать, когда я спрашиваю. Я вытащу твое сердце и надену на кол. Попробуй, вырви его. Нет, живой ты мне нужнее. Храм Весты. Оставь нас. Благородный понтифик. Я не благородный понтифик. Я политическая фигура, как и ты. В игре, которая стремительно превращается в фарс. Зачем ты вывесила завещание мертвого тирана на дверях Сената? Мертвый тиран считал тебя своим другом. Отвечай на вопрос. Народ, любящий Цезаря, заслужило узнать его последнее желание. Ты должна признать завещание ложным и поддержать Сенат. Я дала клятву вести и не разочарую ее, произнося ложь убийц. Никто не сможет помочь тебе, если тебя обвинят в измене. Неужели в твоем девичьем сердце нет сострадания к человеку, который разрывается между любовью к другу и долгом перед республикой? Веста сострадает и любит такого человека. Но он должен сойти с этого пути и начать праведную жизнь. Праведную? Да, и честную. Алтарь с мольбой о защите. Для кого? Кто принес? Дева Весталка, которая не вмешивается в дела Сената? Или дева, влюбленная в наследника? Как ты смеешь? Откажись от своих слов, опровергни Октавиана. Иначе этому храму здесь не стоять. Сенатор Кассий, сюда, пожалуйста. Я держал его здесь, сенатор. Потому что они возбудили, 보ога. Сенат. 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 Хам! Тираний! Что ж, как тебе здесь нравится? Есть места и получше, а есть и похуже. Если мне причинят вред, поддержки Четвертого Легиона тебе не видать. Поэтому, несмотря на все наши разногласия в прошлом, на сегодняшний день у нас не остается другого выбора, кроме как договориться. Бесчестный диктатор, Антоний или Октавиан, будет добиваться собственного обогащения за счет землевладельцев. Нас, разве это плохо, защитить себя? Мне нужен твой легион. Убийство Цезаря могло бы вернуть Сенату власть над Римом, но кинжал держал не тот человек. Сенат выбрал Кассия. Сенаторы смеются над твоими приглашениями, и думаешь, они пойдут с тобой на войну? Ты евнух, Кассий. И поскольку вредить мне не в твоих интересах, я могу говорить то, что думаю. Мои солдаты поддержат мальчишку. Разрубите его на куски. Мои солдаты поддержат мальчишку. 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 Девушки отдыхают Собой Да здравствует цесарь Для военачальника он был не сильным стратегом Его легион будет служить сенату А эта усадьба станет моей Я приведу своего садовника Скажи ему то же, что и мне Мы схватили здесь Магония и двух его рабов Они прибыли на лошадях Один совсем еще юнец Рабы на лошадях? Конечно Октавиан и гладиатор Сюда они приехали бы в первую очередь Соберите людей, возвращаемся в Архам Да здравствует Октавиан Цезарь Потомок рода Юлиев Интересно, сколько дадут за будущего императора По крайней мере, свобода Хотя несколько акров земли будут не лишними Ты так испугался? Не беспокойся Благородные здесь гибнут, как цветы без дождя Не волнуйся Цветочек, твои неприятности уже позади Ты не сделаешь этого КОМАР Он поехал КОМАР Я не вижу КОМАР КОМАР Я не знаю Я не знаю ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что случилось? Вожак. Он догадался, кто я. Ты тело спрятал? Октавиан, ты спрятал тело? Он не издал ни звука после первого удара. Я убийца. Убийца, солдат, гладиатор. Какая разница в итоге? Ты сделал то, что пришлось. Послушай, новый Рим, о котором мечтал Юрий Цезарь перед смертью, достоин защиты, как и его наследник. Я пришел к такому выводу. Смой кровь с рук и жди моего сигнала. Боишься частного поединка? Давай, сражайся. Честный бой, я сказал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА